Привет, друг! С тобой, Канобу! Главный кинокроссовер Marvel Studios фильм «Мстители. Война бесконечности» оказался крайне неоднозначным. Фанаты до сих пор спорят об отдельных его сценах, пытаясь понять поступки супергероев и самого Безумного Титана. В этом видео мы предлагаем 10 главных неудобных вопросов к Таносу и его плану по восстановлению баланса вселенной. И да, берегись спойлеров. Поехали! Почему Танос нападает только сейчас? Безумный Титан сидел на своем троне с 2012 года. Если идея собрать все Камни Бесконечности возникла у него давно, чего же он так долго ждал? Земля была почти беззащитна, а супергерои малочисленны. Да и не было на Земле камней, кроме пространства и времени. Отбиваться был почти нечем. Вместо того, чтобы сразу взяться за дело самому, он посылает за одним Камнем Бесконечности Локи, бога обмана, дав ему другой Камень Бесконечности, который тот успешно теряет. Окей, теперь у землян три камня, а еще они знают об угрозе, после чего застать их врасплох будет куда сложнее. Позже Танос посылает за Камнем Силы Ронана, который несколько раз его упускает, затем все же находит и решает оставить себе. И даже тут Танос не решается прилететь и взгреть взорвавшегося обвинителя. Почему Титан поручает все важные задачи сплошь сомнительным личностям? Локи – бог обмана со своими амбициями. Ронан тоже себе на уме и предает при первой возможности. Небо и Гамора, очевидно, ненавидят отца, что не заметить может только Слепой. Зачем тогда поручать им поиски камней? Надо было сразу отправлять Эбонимо и Черный Орден, они бы все сделали. Танос понимает, что убив половину вселенной, он убьет больше половины. Если умирает пилот самолета, гибнут все люди на борту. Гибнет персонал атомной станции и его в общей суматохе не успевают заменить, получаем атомную катастрофу. Плюс те, кто не выдержит гибели близких и просто убьет себя. В семье умирает кормилец, гибнут все. Инопланетные расы, о которых мы не знаем, могут пострадать и того больше. Если у них, например, улей, то смерть матки поставит под угрозу выживание всей колонии. А как считается половина вселенной? В фильме Танос говорит, что жребий рандомен. А по регионам он дифференцирован, убивает каждого второго на квадратный километр или отсчитывает половину для каждого города, страны, планеты или сектора галактики. Если жребий бросается на всю вселенную целиком, то некоторые планеты может выкосить полностью, а другие почти не тронуть. Каким-то раз им достанется больше, каким-то меньше. Где-то будет сильный перевес по полу или возрасту, что может тоже заметно подкосить общество. Танос так любит баланс, но как раз его он и сносит к чертям повсюду. Если на планете, например, две враждующие расы, одна может уменьшиться сильнее другой. Та получит преимущество и истребит соперника. Лишившись конкурента, они могут расплодиться так, что сожрут все ресурсы куда быстрее, чем раньше. Да даже если зайцев в лесу выкосит сильнее, чем волков, то вымрут и те, и другие. Баланса тут нет ни разу. Размножаются расы тоже, вероятно, с разной скоростью и срок жизни у них разный. Убить половину каких-нибудь эльфов, живущих тысячи лет, и почти не размножающихся, будет сильным ударом по балансу. Их более торопливые соседи, которые размножаются как кролики, восполнят потерю в количестве быстро, а эльфам понадобится пара тысяч лет. За это время их вполне могут вырезать. Почему план Таноса так груб? Убить половину населения, чтобы оставшимся легче дышалось и хватало ресурсов – плохая идея. Люди – это тоже ресурс, причем необходимый для добычи других ресурсов. Выжившие будут убиты горем из-за потерянных близких. Среди них могут выжить представители не тех профессий и сословий, которые добывали эти ресурсы, производили из них продукты и технику. И общество может просто посыпаться. Начнется миграция в те места, где социум не развалился окончательно и способен функционировать на прежнем уровне развития. Это вызовет все то же перенаселение. Перенаселение на Земле ведь не из-за того, что на планете физически не хватает места, а потому что все стремятся туда, где ресурсов и возможностей больше всего. Эта проблема никуда не денется, даже усугубится из-за паники и отказа многих социальных систем. Проблема еще в том, что ресурсы потребляются нефиксированно, разные общества потребляют их по-разному и с разной скоростью. Почему Танос не рассматривал телеформирование как вариант? Это не создание ресурсов из воздуха, а лишь перераспределение уже имеющихся. Камни пространства, силы и времени вполне должны справиться. Берем условный Марс. Сдвигаем его орбиту ближе к звезде, в зону Златовласки. Раскачиваем застывшее ядро. Разжижаем его, чтобы создать магнитное поле, способное удержать атмосферу и отклонять солнечный ветер. Собираем ближайшие кометы и бросаем в котел, если вдруг на планете не было воды. Перетаскиваем на планету атмосферу откуда-то еще, а чтобы ее приблизить к нужному составу, камнем души создаем водоросли, способные выделять кислород как продукт жизнедеятельности. А камнем времени ускоряем процесс, а то он займет миллионы лет. И так далее. Затем перекидываем на планету часть народа, решая пресловутый вопрос перенаселения. Почему в этой вселенной вообще проблема с ресурсами? Танос больно размыто поднимает вопрос. Ресурсы конечны, но чем более развито общество, тем больше видов и источников ресурсов они могут использовать. Кончилась нефть, перешли на электромоторы на солнечных батареях. Уж на пару миллиардов лет звезды хватит. В мире, где какие-то несчастные гномы сумели приручить энергию звезды, построив подобие сферы Дайсона, мы говорим о конечности ресурсов? Каких именно? Чего не хватает? На что они нужны? В фильме нет ответов. Может быть Таносу стоило заняться перераспределением ресурсов? Допустим, высокие технологии и уровень жизни присутствуют не везде. Есть бедные и голодающие планеты, отстающие расы и так далее. Они еще примитивны настолько, что и впрямь могут исчерпать свои ресурсы и вымереть, а помогать им никто не спешит. Почему тогда Таносу не стать революционером на броневике, желающим раскулачить самых зажравшихся, отдав их технологии, а то и часть ресурсов голодающим мирам? А если на какой-нибудь планете уже идиллия, ее зачем половинить? Проблема Таноса в том, что он проецирует собственный травматический опыт на всю вселенную. Его народ процветал, но слишком расплодился, ресурсов стало не хватать, если бы вымерла половина, оставшейся бы хватило. Но ведь этот сценарий повторяется не везде. Это как если бы врач, потеряв больного, из-за того, что вовремя не решился на ампутацию ноги, решил бы отрезать ноги всем в больнице, даже тем, кто лег с ангиной или переломом. Есть же планеты, где все путем ресурсы используются в меру. Там смерть половины населения точно ничего хорошего не принесет. Есть планеты, где существа вообще не потребляют конечные ресурсы. Деревья какие-нибудь, которые пьют воду, впитывают солнечный свет. Есть миры, где все такие мудрые, что сумели предвидеть подобную опасность и уже приняли меры заранее. Им ничего исправлять уже не надо. Ну и конечно, есть миры, где население и так малочислено, где проблемы с рождаемостью, не хватает рабочих рук, где прошла чума и так выкосив больше половины. Чем им поможет щелчок? Добьет окончательно? Метод всех под одну гребенку никогда ни до чего хорошего не доводил. А те миры, что Танос уже вылечил собственноручно до этого, их еще раз ополовинят? Мир Гамора, где воцарилась идиллия после прошлого ополовинивания, его снова порубят? Другие миры, где Танос уже побывал? Или Асгард, который только что лишился половины населения из-за Хеллы и половину остатка уже, по словам Тора, убил Танос на корабле? Тут еще меньше. Не все миры находятся в позиции того кризиса, который может решиться ополовиниванием, а некоторые и без него пережили сильные сокращения населения. Но если Танос все же исключит некоторые миры исчистки, значит ли это, что где-то еще он перебьет больше, чем собирался? Или то, что он на самом деле сотрет меньше половины вселенной? А что делать, когда народ наплодится обратно? Снова щелкать пальцами? Ясно, что население величина непостоянная, после чистки некоторые народы могут зачахнуть и исчезнуть вовсе, другие наоборот, получив больше ресурсов, начнут плодиться как кролики. Причем непонятно, когда щелкать снова, одни уже успели расплодиться обратно быстро, другие едва ползут. Все-таки начать щелкать каждый мир индивидуально или выбирать опять некое среднее значение? Ответов нет. Подписывайся на канал, ставь лайки, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, заходи на Канобу почитать больше про Войну Бесконечности, про другие фильмы, сериалы, игры, комиксы, технологии, музыку, киберспорт и вообще про все самое интересное. Пока!